9 мая, вторник. Коридор затмений – это очень важный период трансформации, когда нужно научиться отличать правду от лжи и возникающие возможности оценивать адекватно. Важно не впадать в иллюзии и самовечивание. Возможно, за этот период вы сделаете огромный прорыв, станете увереннее в себе и сильнее духом и действительно чего-то достигнете. Мнения со стороны могут мешать, поэтому это время проверки на то, насколько вы соединены с собой и чувствуете интуицию и сигналы вашего тела. Отбрасывайте страхи и сомнения и смотрите в будущее с ясной головой. Для этого можно послушать притчу, посвященную Раху и Гету. Дизайн человека дает такой посыл, узость взглядов ограничивает вашу способность развиваться. С помощью медитации и отрешенности вы можете облечь в форму самые смелые творческие замыслы. Проявляйте твердость и ясно представляйте результаты перемен. Осознание того, что у каждого есть сильные и слабые стороны. Сбалансированность всех сторон вашей жизни обеспечивает вам успешное и постоянное развитие. Через любовь к телу. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. В целом в поисках своего направления важно от чего-то избавиться. Ко вчерашнему дню добавляются креативные идеи. И это вторник день Марса, который нужно провести активно. Это энергия, поэтому очень хорошо заниматься спортом и активно что-то делать. Идти к своим целям и решать задачи. Доводить начатое до конца. Проявлять смелость, решительность. Вспомните до чего у вас не доходили руки и обязательно это доделайте. Так вы еще и освободите голову и перестанете злиться. И если есть страх сказать, проработайте нерешительность. Если вам нужно выступить с речью, а вам страшно, сделайте это 20 раз. И тогда вы просто поймете, что бессмысленно было бояться. Именно поэтому важно идти в свой страх. Преодолевайте препятствия. Питайтесь правильно. Отказывайтесь от вредных привычек. Следите за проявлением гнева и раздражительности. Стремитесь к гармонии, гнев и раздражению. Трансформируйте в благие действия и цели. Разозлили – идите пробежитесь. Разозлили – перегладьте всю одежду, которая у вас есть. Разозлили – пропылесосьте. В общем, сделайте что-то действительно физически активное. По вторникам благоприятно убираться на кухне и готовить. Улучшает энергию Марса доброжелательность, внутреннее спокойствие в любых ситуациях, любовь и непривязанность. Коррекция энергии Марса достигается через наблюдение за энергией в своем теле. И при этом мы помним о том, что Марс – это защитник тхармы, который может показать зубы, оскалиться и быть агрессивным. Включая то, что 19-е лунные сутки, которые считаются достаточно сложными, может быть затмение ясного понимания происходящего и плюс еще коридоры затмений. Поэтому есть определенная опасность стать жертвой. И очень важно контролировать энергию в себе и понимать ее в других людях. Тем не менее, мы стремимся к самым позитивным энергиям Марса – это сила воли, логика, практичность и энтузиазм, здравомыслие, бесстрашие, логическое мышление и острый ум, защита всех живых существ, следование целей и контроль сексуальной энергии. Есть опасность отдать слишком много сил людям, которые захотят что-то получить от вас или за ваш счет. Поэтому нужно позаботиться о защите от чужих воздействий. Постарайтесь избежать такого общения. Если встретите откровенное зло, лучше не входите с ним в открытую конфронтацию. На это может не хватить сил. Постарайтесь уклониться, и тогда вы сможете сберечь собственные ресурсы. Луна находится в созвездии Мула. И в целом, конечно, день не так, чтобы слишком сильно благоприятно можно назвать. Мула благоприятна для исследовательской деятельности, путешествия по пещерам, по древним музеям, изучения древних знаний, применения трав и лекарственных препаратов, посадка растений, работы по озеленению, сельскохозяйственная деятельность, что-то копать, созерцание, наблюдение за собой и размышление о смерти. Это Накшатра одна из тех, что связаны со смертью. Мула переводится как корень, и в астрологии есть понятие Мула-трикона, коренная треть. И вот в зависимости от того, какие там корни уже, грубо говоря, с предыдущих воплощений могут идти, там может просыпаться определенный багаж. Конечно, в этот день очень хорошо от чего-то отказываться. И если у человека есть она в карте, то такой человек может быть хорошим астрологом или вот углубляться во что-то такое тайное, неизведанное пакету. Благоприятно ораторское искусство и пение, участие в приключениях и охоте. В 15.15 по Москве Луна сменит созвездие на Пурова Шатха, даст уже такой оттенок воинственный, наступательный, и уже все, победа пришла, ура, можно отпраздновать. Она благоприятна противостоянию врага и оппозиции наряду с примирением и прощением. Решение задач, которое требует храбрости, занятие сильной позиции, улаживание долговых дел, вдохновение других и побуждение к действиям на ментальном, духовном, эмоциональном и физическом уровне. Занятие спортом, путешествие по воде, посещение мест, связанных с водой, деятельность, связанная с лошадьми, многие военачальники передвигались именно на лошадях. Опять же, благоприятна сельскохозяйственная деятельность, актерская игра, украшение себя или своего дома, посещение древних мест, приобретение духовных знаний, все виды деятельности связаны со стратегией, воздушными профессиями, работой с жидкостями, преподавание, проповедничество, дизайн одежды, косметология, прически, да, можно сходить в парикмахерскую. Кстати говоря, когда мула, тоже хорошо можно сходить в парикмахерскую. Сфера развлечения, травоведения. Нужно немного передохнуть и подчеркнуть результаты предыдущих действий, стремление наслаждаться. Конечно, у этой Накшатры больше воинственный характер, поэтому вполне возможно, что 9 мая неспроста так совпало, да, День Победы и тут такие параметры. И настрой на день я освобождаюсь от стремления к эксцессам и к неразумному риску. Я расстаюсь с привычкой быть всегда правым и знать ответы на все вопросы. Моя душа открыта всему, что может помочь моему развитию. Я радуюсь тому, что умею проникать в сложнейшие комплексы идей. Мой ум и мой дух находятся в постоянном развитии. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться.